Импортозамещение одна из главных задач промышленной сферы на сегодняшний день. Так, специалисты конструкторского бюро экспериментальных машин КАМАЗ и МГТУ имени Баумана совместно проектируют машину для ухода за лесом. Это беспилотный трактор, он сможет заниматься посадкой леса, вырубкой старых деревьев и почвообработкой. Соглашение между учреждениями было подписано год назад. Общий объем на два с половиной года, это субсидия дается 245 миллионов. И в рамках проекта такой же объем идет финансирование КАМАЗа. В результате наших работ должны быть изготовлены два опытных образца и проведены их испытания. По словам специалистов, в условиях санкционного давления промышленные предприятия становятся ключевой частью новой экономики страны. По итогам 10 месяцев индекс физического объема промышленного производства у нас составил 101,7%. То есть он говорит о том, что предприятия за 10 месяцев текущего года сработали немного в физике лучше, в физическом выражении, чем за этот же период прошлого года. Например, 9 алтайских предприятий оборонпрома показали рост производства от 30 до 60%. Сельхозмашиностроение увеличили на 15-20%. Химия в крае в плюсе. Кучук сульфат полностью компенсировал недавнее падение. У Алтайкокса 95% от прошлогоднего в связи с разрывом некоторых экспортных контрактов. С такими показателями Союз промышленников подошел к выборам. Их проводят раз в 5 лет. Мы в 19-м году 26 предприятий приняли в Союз, а с 20-го по 22-й отчетный период 46 предприятий были приняты. То есть около 70 предприятий за эти годы мы еще пополнили со Союз промышленников. Председатель правления Виктор Герман возглавляет Союз 2016 года. Исполнительный директор Виктор Мещеряков отработал предыдущие 5 лет и промышленников края устраивает этот тандем. Их полномочия подтвердили и на следующую пятилетку. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.